Привет, вы на канале ProCuber и в этом видео я расскажу еще немного про GUN11M PRO, так как появился текст полной презентации со всеми подробностями. А также расскажу про кубик 2х2 от MUYU, первый в мире куб, у которого регулируется на минуточку размер. А еще затронем бюджетную четверку с характеристиками топового уровня MUYU RS4M и будет еще кое-что для любителей досматривать видосы до конца. Приятного просмотра! Если вам интересны кубики Рубика или другие головоломки, то лучшее место в России для покупки это интернет-магазин ребят speedcubes.ru. У них все новинки появляются обычно быстрее всего России, у ребят быстрая доставка по России от одного дня, а также огромнейший ассортимент самых разных кубиков Рубика и других головоломок для всей семьи на любой вкус и возраст. У них регулярно проходят распродажи классных кубиков по приятным ценам, и если ты любишь головоломки, то закупайся на speedcubes.ru с выгодой. У меня уже есть видос про GAN 11M PRO, но дело в том, что появилась полная презентация кубика, из которой стало ясно, что некоторые характеристики были скорректированы производителем и сам я допустил пару небольших упущений. В первую очередь самое главное, что цена стала такой же или примерно равной кубик у GAN 356XS, а не близкой к 100$, как планировалось изначально. Многие из вас, наверное, выдохнут, узнав, что цена не такая большая, около 4500$ для России, но все равно этот кубик является одним из самых дорогих на рынке, при условии, что есть не менее крутые кубы гораздо дешевле. И у меня вопрос, будете ли вы покупать себе этот кубик, несмотря на такую довольно высокую цену? Перейдем к презентации. Появилась полная магнитная схема кубика, из которой ясно, что магниты будут не только в крестовине углах, но еще и в ребрах, только они скрыты внутри реберного элемента без магнитной капсулы. Судя по всему это нужно для уменьшения веса кубика, другого объяснения я найти не смог. Кстати, вес теперь составляет 63 грамма, а не 60 граммов, как было раньше. Не понимаю почему так вышло, нормально не могли взвесить что ли? Как вообще так получилось? По сравнению с предыдущими версиями кубиков Ган, новая модель получила обновленный кейс для кубика, теперь он из непрозрачного пластика и открывается в две стороны. На мой взгляд сомнительное и ненадежное решение, впрочем как и с кейсами, которые были раньше у предыдущих моделей. Красивенько, спору нет, но один раз уронишь и механизм открывания-закрывания сломается. А кейс нужен чтобы защищать кубик от повреждений, не правда ли? По поводу версий кубика я разобрался еще более детально и судя по всему две версии будут из глянцевого пластика с внутренностями из черного либо праймари пластика. Третья версия из матового пластика с внутренностями из праймари пластика. И четвертая, самая интересная версия с новым покрытием, которое наносится благодаря ультрафиолетовой гравировке. Производитель утверждает, что это нужно для того чтобы не было царапин, а также кубик не скользил в руках. Очень любопытный вопрос я озвучивал в предыдущем видео, откуда взялось название GAN 11M PRO. Я думаю никто не понимает, но у меня теперь есть ответ. Это якобы 11 модель среди флагманов. Вот список кубов, которые участвовали в подсчете и 11 PRO якобы 11 модель. Я не понимаю почему здесь нет R, не понимаю почему нет RS, умных кубов. R, например, это вообще самая популярная модель кубиков GAN за все время по продажам. Это все настолько высосано из пальца, что вообще смешно. Насколько я знаю в продаже например GAN 1.2 вообще никогда не было, по крайней мере по миру. В Китае может быть и был, но я тут сомневаюсь. Первый GAN который я крутил был GAN 3 третья модель. В общем ни для кого не секрет, что мистер GAN бессовестный вор, который уже не стесняет берет название у Apple. Но название на самом деле это ерунда. Он берет чужие технологии. В китайских соцсетях всплыла информация, что какой-то спидкубер придумал технологию замагничивания крестовины раньше и потом она появилась у GAN. Была огромная простыня текста, где мистер GAN объяснял, что это не плагиат и они якобы сами все сделали. Но у меня доверия к этому лично нет, потому что слишком много совпадений и если когда-то будет видеоразбор про GAN, я обязательно разберу этот момент с крестовиной и переводом доказательств. А пока только так. Кубик 2х2 Гуогуан ТСМ. В отличии от всех двушек имеет очень интересную технологию, благодаря которой кубик может менять размер. Есть три режима 50 мм, 50.75 и 51.5 мм. Это все достигается благодаря фирменной технологии MoYu, той самой гайке с зубчиками. На этом кубике она установлена внутри каждого угла. И как же это все работает? В комплекте поставляется специальная такая цеплялка, благодаря которой снимается верхняя часть угла. И уже внутри просто руками регулируется размер на нужный. Просто как бы крутим гайку и она будет оттягивать угол, двигаясь по зубчикам. Соглашусь, что это не самый удобный способ, немного запарный из-за того, что нужно снимать углы, но решение, как по мне, безумно интересное. Кубик, кстати, само собой магнитный, а вот сколько он будет стоить, мне неизвестно. Я думаю, что либо до 1000, либо 1000 с небольшим. Кубик MoYu RS4M является безусловно бюджетным кубиком 4х4 и входит в нашумевшую и отлично себя зарекомендовавшую серию кубиков RS2020, в которой уже есть крутая бюджетная трешка, на которой реально можно очень быстро собирать. А судя по всему четверка тоже мега крута, поскольку уже есть тесты, на которых люди собирают вплоть до 20-25 секунд, что является очень хорошим результатом. По видосам видно, что кубик крутится очень резво и четко, практически как 3х3, что внешние, что внутренние слои. Углы срезает тоже очень круто, особенно учитывая, что это должна быть бюджетка. Мое предположение, что цена будет в пределах 1000 рублей, чуть дороже чем Мейлонг 4М, но дешевле флагманских кубов и MGC 4х4. Мне кажется мало какой кубик, да или наверное вообще никакой кубик не сможет так круто крутиться и срезать бюджет в диапазоне до 1000 рублей, если конечно я правильно предположил цену. Цвета у кубика такие же как у последних кубиков от MoYu, достаточно насыщенный и классный, а пластик судя по всему матовый. Коробка точно такая же как у кубика RS3M 2020, а в комплекте подставка и отвертка. А вот фирменной гайки для гибкой настройки в этом кубике уже нет. Очень жаль, буду ждать когда эту технологию добавят в 4х4х. Ну и напоследок зацените вот такой розово-голубой клок от MoFang. Это специальная китайская версия, которой нет и не будет в России. Она вышла только для Китая, лимитом всего 100 штук. Насколько мне известно, уже все экземпляры распроданы. Радует, что наконец-то клоки начали класть в нормальную упаковку с защитой, чтобы они не ломались по пути. А то мой клок Сэнсо просто был в картонке без защиты. Но справедливости ради он стоит вообще недорого. А этот, если бы и был в России, то стоил бы минимум 2500 рублей. Напишите в комменты, хотели бы себе такой лимитированный эксклюзивный клок как этот. Крутится этот клок просто супер. Кнопочки очень легко и четко нажимаются, приятно щелкают. Одно удовольствие будет собирать такой клок. Все-таки это клок премиального качества, да еще и магнитный. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось, видео поставьте лайк, задавайте вопросы в комментах, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы гарантированно получать уведомления о выходе новых видео и не стесняйтесь заходить в мой магазин футболок и кучу аксессуаров на тему головоломок и спидкубинга. Увидимся в следующем видео.